Выше человеческого роста. Приходится выходы делать, чтобы вывести от этого. Там вилла он приварил, но они съемные, чтобы загоребало и выталкивало. Слишком здоровая. Вон вилла. Они прикручиваются, они придерживают траву. Камыш. И не дают перевалиться на ту сторону. Но это не на сено, это так, почистить поляну. Сено у нас уже некуда складывать. Все сеновалы забиты, все что можно забитым. А это так, держали на семена. Ха-ха-ха. Чтоб созрела, хорошо укоренилась. Может на следующий год будет нормально. Там поляну-то вычистили уже. Под самый-самый. Плюс камыш. О, слишком здоровая. О, слишком здоровая. Шкив большой помогает не бегать за ним, просто капец как помогает. И назад едет, он тоже тянет, шерсть эту поднимает и сбивает. Ну здоровая конечно, трава, бурьян, все остальное. Спокойно ходит, не бегает, отлично, вот как-то так, там разблокираторы стоят, поэтому после включения они пока вернутся в обратную сторону, мотоблок стоит. Ну вот, друзья, батя пригнал мотоблок, сейчас обед, сами видели, камыш выше человеческого роста, трава по грудь, местами по пояс, в общем очень тяжело, на сену ее брать не собираемся, ну надо ее скосить, вот почистить так сказать. Сейчас покажу вот эти вот вилла, двое вилл. Вот здесь вот эту часть обрезал, приварил кусок металла, немножечко косынкой усилил. Здесь уже по месту ничего не остается, потому что они стоят как бы вот ровно, когда вот едешь вперед, они цепляют, а сдаешь назад, они снимают траву, то есть ничего не задерживаются. Ну тут вот, это я считаю, это я считаю не задержалось. Вот, одну только часть отпилил, оставил здесь сантиметров пять над диском, ножи проходят дальше, потому что мы пробовали, экспериментировали и так ставили и так. В общем, самое лучшее всего это вот, вот так вот, загребают, захватывают, вот в сторону отводят и шикарно снимается трава. Проводим эксперименты. Более мелкую траву, вот такую, грубо говоря, там не знаю, там по пояс, но не по грудь, ложат спокойно, они не нужны, они прикручиваются. Видели, да, как-то видос был у меня, когда я стойку переносил, она стояла вот здесь, с этой стороны, заминала траву, были пропуски, вот, когда перенес, пропусков не стало. В общем, нормально, здесь вот крепление осталось, заводское, с той стороны, поэтому вот к нему вырезал пластину такую, вырезал пластину, просверлился, ну а дальше уже по месту приварился. Вот и все. Стало вообще шикарно. Ну, как закончат, просто откручиваю и пускай лежат, пока не пригодятся. Сегменты, стоят сегменты, вот, их надо, конечно, уже поменять, потому что им уже, наверное, года три. Вот такие вот. Некоторые ставят целяковые сегменты, вот, вот такой ширины. Ну, они, я тоже такие ставил, но мне что-то не понравилось, из-за того, что они бьют немножко не под прямым углом, как вот эти. А вот как-то они стоят вот немного, немного под углом, и как-то не очень. В общем, ну и надо их восемь штук. Это я бэушные, где-то у меня новые лежат. Их надо восемь штук, да. Четыре на один, диск четыре на другой. А я делаю из одного сегмента на левую и на правую сторону. То есть я их распиливаю, разрезаю. Вот я один расчертил. Разрезаю пополам. Здесь есть отверстие, но если нету центрального, да, то вот эти крайние отверстия, они всегда есть. Вот. Их рассверливаю до нужного диаметра. Вот так вот лишнее вырезаю. Здесь закругляю слегка. Вот. Но он длинноват получается, потому что вот сюда может доставать сам сегмент. И, короче, краешек подрезаю. И получается вот такая вот, друзья, конфигурация. И бьет он под прямым углом траву. То есть вот здесь вот, ну, грубо говоря, там 90 градусов, да. Вот. То есть когда он работает, он работает уже вот таким вот образом. Не вот так вот, а вот так вот. И надо всего четыре сегмента на два диска. Восемь штук получается. Ну, может, кому-то пригодится. Вот. Так, Витя, тебе покажу. Вот этот рычаг. Это натяжной ролик включается. То есть вот этот ролик, который натягивает ремни. Вот этот рычаг. Вот так вот. Включается. Мотоблок стоит. Потом он начинает двигаться. Стоят разблокираторы. Ну, я про них не снимал. Все знают, как это делать. Вот. Заводской рычаг, вот он. Согнутый. Это я уже сам доварил. Поставил вот такую штуку. То есть, где-то, если что-то, пальцем просто вниз. И сцепление выключается. А это сделал для удобства. Потому что вот здесь вот отсюда, когда стоишь, оттянуться, поднимать вверх неудобно. Плюс противовес вот этот, вообще шикарный, в качестве шарика. Пальцем выключил. Здесь включил. За него еще держаться можно. Вот как-то так. Мотоблоку уже больше, наверное, 13 лет. А может, уже 14. Ничего еще ему не делалось. Только где-то что-то дорабатывалось. Когда-то был у меня он с адаптером. Вот. Мотоблок спереди, задний адаптер. Все это раньше было. Потом переделывался. Этот же мотоблок был у меня. С передним адаптером гонял. Потом уже начал делать вот эти вещи. В общем, экспериментальный такой образец. Вот здесь фары у меня когда-то стояли. Здесь вот болты стоят. Ручник прикручивался, крепление для тросика. Ручник вместо вот этой штуки. Тут, короче, доработок капец было в свое время. Вот этот рычаг вперед-назад включает, так сказать, вилка сделана. Она съемная, разворачивается в ту сторону, когда руль я отвожу. В сторону, кстати, руль, он быстроповоротный. Быстро меняются углы. Вот. Снизу две ручки. Одна ручка и другая ручка. Одна вот эта ручка меняет положение руля. Вверх-вниз. По-быренькому. Вот тут такой шплинт. То есть, нужный угол задает, вышину щелкнул. Не надо ничего делать. Эта ручка меняет положение руля. То есть, его можно по-резкому развернуть, опустить. Ну, рычаг я уже перевернул. И работать, так сказать, как я обычно работаю. На фрезах и всем остальном. Вот как-то так. Это все делается по-быстрому, по-резкому. Из металлолома. Вот я имею в виду, вот эти вещи. Их два штуки. Второй. Первая. Первая, вторая. Он тоже ставится. Там пластина специальная. Я не снимал на это. Вилка. Это чтобы не тянуться вот туда. Для того, чтобы его включить, выключить. Просто быстрый доступ к рычагу. Вот так это. Все это из металлолома, из обрезков. Вот он перед лицом щелкнул. Поехал вперед. Стоя. Поехал назад. Все. Никаких проблем. Второй рычаг, он ставится сюда. И рычаг идет выше. То есть, так же можно включать первую, вторую. Вообще не нагинаясь, не носивая спину. Там, не знаю. Никуда тянуться не нужно. Вот как спереди, так и сзади. Этот флажок. Здесь такая скоба сварена. Потому что флажок изначально был в ту сторону. Он родной. Навернулся. Купил вот такой. А он в другую сторону. И за него постоянно, когда вот здесь находишься, цепляешься. Пришлось сделать такую штуку. Которая будет его как-то, ну я не знаю, ограничивать. Чтобы вот едешь на газуле, и ты случайно подал себя вперед, зацепил, газ бросился. Ну зачем? Сделал вот так. Оно не мешает. В общем, вот такие вот дела. Руль уже ломался вот так пополам. Там усиленные уголки варены. Сколько ж можно над ним издеваться. Но он рабочий. Рабочий, абсолютно рабочий. И пускай работает. Как-то так. Вот такие вот дела. Кто-то там намывает тряпочкой. Каждый проход на огороде его подкрашивает. У меня нет. У меня деревня. И некогда этим заниматься. Поросюки там сидят. Их тоже надо кормить. И так далее и тому подобное. А с тряпочкой бегать некогда. Сальники надо, конечно, поменять. Что здесь. Что двигатель. Возможно, уже надо либо поменять, либо перебрать. Он чадит, дымит. Хавает масло. Поэтому подливаем и работаем. Если масло капает с редуктора, значит оно там есть. Вот такие вот дела. Как говорится, сапожник без сапог. Все когда-то сделается. Вот так, мужики. Вот такой вот коротенький обзорчик. Малой механизации. Двигатель с понижающим редуктором. Я уже показывал его. Так что, кому интересно, смотрите. На канале есть видос. Подробный видос. Рассказывал. Теперь еще добавил сюда большой шкив. Вообще удобно. Не бегать за ним. Спокойно ходить. Косить и отдыхать. Вот, мужики. Как-то так. Ладно. Всем пока. С вами был Санек. Пишите комментарии. Что еще вам показать, рассказать. По данному агрегату. Здесь мы уже договаривались когда-то. Быстрое положение пружины. И меняется положение ролика. Под разные задачи, так сказать. Пока сейчас поставил здесь. Это здесь тоже доварена труба. И она уходит. Вот этот кусок. Вот сюда. И здесь он еще прикрученный. То есть, вот здесь крепление. И вот здесь крепление. Вот этого наконечника. Или, как сказать, вот этого пальца. Штыря. Куда крепится косилка. И так же, что он здесь доварены уголки. Вынесены чуть вперед. Вот эта штука стояла когда-то вот здесь. И она вот так вот ее тянула, гуляла, ломала. В общем, сделан. Все. Капитально там хоть сейчас, что хочешь вешай. Вот как-то так. Все. Скоро увидимся, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok